Итак, товарищи, наша кровля, наплавляемая, 4 градуса угол наклона, без всяких парапетов, готова. Что нужно сделать, чтобы не было парапетов? Во-первых, кровля должна быть двухслойная, обязательно, потому что мы наплавляем прямо на ОСБ. Снизу у нас под вот этим металлическим элементом, нашей ветровой, есть брусок. Первый слой мы заводим на брусок, потом накрываем вот этой вот нашей ветровой. Ветровая идет, вот такой ширины здесь, и второй слой мы наплавляем прямо на саму ветровую. Она же является здесь перемыканием и всем остальным. Тем самым у нас водичка туда не зайдет никаким образом. Уходят эти уродливые парапеты, делающие дом квадратным, и крыша превращается из плоской по виду в скатную. Даже кажется, как будто угол наклона у нее не 4 градуса, а там градусов 10. Вот такая суперская вещь. Как видите, у нас здесь нет ни одной вентиляционной трубы. Все почему? Потому что у нас есть коньковая рамка. Вентзазор у нас, повторяю, 70 миллиметров плюс 21 миллиметр об решетке. Потом идет ОСБ и два слоя наплавляйки. В качестве гидроизоляции IQ Pro. Так выглядит наш нетзазор. Там уложена доска 21 миллиметр. Она полностью закрыта битумным праймером. Все промазано. Вот она ОСБ, тоже она вся в праймере. Потом вот эта сеточка, до которой почти достать, рукой не могу. Это специальная ТЕКТИС сетка. Она полимерная для, точнее, от ОС и всевозможных насекомых и птичек, чтобы они не таскали утеплитель и не портили нашу мембрану. Вот после, за ней, то есть вот здесь стоит брусок, на него ОСБ. За бруском стоит желобок. Да, коньковый аэратор на плоской кровле можно сделать и другим образом. На следующем объекте мы покажем. Здесь у нас ветровая планка и тройной кровельный смесь. Вот такая красота получилась. Используя технологию, разработанную нами, мы можем малоуклонную кровлю превратить в скатную. То есть она, по факту, является плоской крышей, но из этого парапета, конькового аэратора, мы можем сделать кровельное следствие. То есть технология кровли совмещена плоско с скатной. По виду она скатная, но по факту она плоская. Если запутались, подписывайтесь на нас, вы узнаете еще много очень интересного. Классно! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...